А основа верности – это выбор. Мы будем сегодня об этом ещё продолжать говорить. И однозначно без верности нет любви. Почему нет любви без верности? Потому что в 1 Коринфянам 13,7, откройте нам, пожалуйста, где перечисляются вот эти характеристики любви, её действия, да, здесь есть вот эта фраза «всему верит». Так интересно. Любовь всему верит. Всего надеется, всё переносит. И следующий стих начинается «никогда не перестаёт». Вы знаете, что на самом деле неверности не существует. Неверность – это уже искажение после греха. И вы сегодня поймёте, о чём я говорю. Потому что Бог есть любовь. И если любовь всему верит, то есть она верная. Она не может быть неверной, любовь. Она никогда не перестаёт. То есть она не может закончиться. Это удивительно, когда ты получаешь откровение, правильное понимание верности. Это одновременно и очень легко становится, и очень понятно, и в то же время это очень трудно для человеческого опыта. Что такое любовь, которая всему верит и никогда не перестаёт? Вы знаете, что чаще всего мы применяем этот термин верность или неверность в отношении к другому человеку. Согласны? Мы говорим, вот этот верный человек, ему поручишь, он сделает, он не подведёт, он не предаст. Вот этот муж не изменяет своей жене, он верный. Причём так интересно. У меня в моей практике есть такой прям особенный случай, я считаю. Я консультирую одного человека, и там непростые отношения, очень сложные, и через многое приходится ему проходить. Но всегда, когда мы говорим, практически на каждой консультации и потом появляется на лице такое интересное выражение у него, когда он говорит, «Но я ведь счастливый человек, я её люблю. Даже если так случится, и она не выберет, мы не останемся вместе, я уже счастливый, потому что я испытываю это чувство». Будем мы или не будем. Так странно, да? Для нас ведь, ну, любить — это значит быть вместе. А если не вместе, то из какой стати? Я буду тебя любить, продолжать. Я буду делать всё, чтобы тебя возненавидеть, чтобы мне легче было перенести наш разрыв, и так далее, и так далее. Ну, так ведь рассуждают люди, правда? Или если кто-то уходит там из церкви, да, я когда была ещё парцером-младенцем, то прямо было такое, «Ну и ладно, ну и из одного битого двух небитых дают, или как там говорят обычно, наоборот?» То есть вот эта зрелость, наверное, какая-то определённая, когда тебе и не надо верности. Ты счастлив, потому что сам любишь. И вот это очень о Боге. Это очень о Боге. Давайте будем размышлять. Где же мне найти верного друга? Когда мы с вами встречаемся с неверностью, как нам кажется, то очень хорошо исследовать 1 Коринфянам 10 главу 13 стих. Что там написано? Каждый раз, когда вам хочется помыслить какое-то зло о человеке, о другом, ну, знаете, у нас ведь очень часто, если что-то не так, у нас начинаются здесь ролики, картинки, да, предубеждения, мы начинаем накручивать, значит, ко мне как-то не так относятся, значит, что-то там и так далее, и так далее, да. Но на самом деле, опять же, опровержение. Любовь не мыслит зла. Любовь не придумывает, если что-то пошло не так, она не придумывает вот эти ролики о плохом исходе или о плохом отношении к тебе. И поэтому Бог говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Вы очень по-человечески относитесь к верности. Вы очень по-человечески думаете о ней. И здесь прям так и написано, и верен Бог. Всякий раз, когда ты столкнулся с какой-то неверностью, человек обещал и не сделал, человек обещал и передумал. Человек вроде бы говорил одно, а сейчас другое, да. Всякий раз тебе не нужно смотреть на человека, на его какое-то неправильное, несправедливое отношение по отношению к тебе. Тебе нужно смотреть на верность Бога. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Когда происходит в твоей жизни что-то, или это мы ещё называем так неверное, что-то пошло неверно, должно было как-то верно идти, а пошло неверно. Очень важно, чтобы ты в этот момент помнил, верен только Бог. Бог всегда верен. И вот это качество Бога должно в этот момент дать тебе облегчение. Потому что Он тот, который обещал, что сверх сил ты не будешь испытан. Но когда ты попадаешь в это искушение неверности, 1 Иоанна 1,9, Бог подкрепит тебя. Если ты осознаешь, что на самом деле в этот момент стало происходить что-то с тобой. Ну, например, иллюстрация. Там всё было хорошо, было взаимодействие, было всё постоянно, и вдруг что-то стало нарушаться. Раз на домашку не пришли, я как пастор говорю, второй раз в церковь не пришли, третий раз ещё раз пропустили что-то, потом опять, и опять, и опять. И как-то так хочется человеку, за человека что-то додумать, помыслить, предположить, что, наверное, ну, наверное, не нравится, ну, наверное, домашка не нравится, наверное, церковь не нравится, наверное, учение не нравится, наверное, ещё что-то не так. Так же может быть и в семье, и в отношениях, которые строятся. Всё было хорошо, 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 а потом как-то раз и чуть-чуть на паузу встало или ещё что-то. И знаете, что мы начинаем делать? Мы выходим с территории любви. Мы выходим с территории вот этой верности принятого решения и выбора. И мы начинаем мыслить зло. Мы мыслим зло вроде бы о человеке, а на самом деле мы мыслим зло в отношении себя. Потому что в этот момент кто огорчается? Я сам. В этот момент кому приходит печалька-то? Ко мне. И верен Бог, который не хочет, чтобы ты ходил в печали, но хочет, чтобы ты всегда радовался. Он говорит, я верен, смотри на меня. Но если даже и случилось что-то с тобой, ты впал в это искушение, он говорит в 1 Иоанна, если исповедуем, что? Промахи наши. Давайте всегда будем возвращаться к изначальному пониманию. Что такое грех? Да ты не туда стал думать. Ты промахнулся. Ты не попадаешь в цель. Я очень часто говорю, когда начинает твоя голова домысливать, додумывать, накручивать, задавай себе этот вопрос. Ты уверен на 100% что это так? Ты можешь сказать на 100% что это правда? И чаще всего ответ – нет, мне так кажется. Согласны со мной? А если это неправда, это не истина, то зачем ты позволяешь неправде отравлять твое существование? Как бы нам научиться останавливаться, а если промахнулись, прийти к Богу и сказать, Господи, прости меня, прости, что я допустила эти негативные и тактичные мысли, ведь любовь не мыслит зла, не радуется неправде. Она не радуется вот этому злу, она не радуется вот этим предположением. И если я исповеду, то он опять же какой? Он верный. Бог верный, скажи со мной, Бог верный. Он верен и праведен, простит и очистит. Скажи, Господи, очисти меня от этих накруток, очисти меня от этого домысливания, очисти меня, Господь, от этих предположений. И очень важно быть уверенным, что Бог очистил. Как важно, чтобы ты перестал бояться за будущее и рисовать эти негативные картинки в своей голове. потому что именно они являются причиной того, что Бог очень часто не может тебя благословить. Потому что всё, что мы получаем, мы получаем по вере. И если ты допустил, что ты веришь в негативное будущее, ты веришь в негативные мысли, ты веришь в неверность, ты веришь в эти во все моменты, то, дорогой мой, по вере твоей да не будет по плохой вере. Почему мы должны быть убеждены, что Бог всегда за истину, Он всегда хочет освободить нас? Исайя 48, 11. Мне так нравятся эти стихи. 25. Исайя 43, 25 сначала, а потом 48, 11. Смотрите. Бог говорит, я сам изглаживаю преступления твои. Ради кого? Вы никогда не задумывались? Мы-то умоляем его, Господи, ну меня помилуй, ну ко мне будь благ, ну ко мне будь милостив. Он говорит, да это вообще не имеет значения. Меня вообще не интересует, в который раз ты согрешил. Меня не интересует вообще в целом ничего, кроме себя самого. Как бы странно это ни звучало. Но Бог ради себя самого изглаживает преступления наши. И следующее местописание. Ради себя. Ради себя самого делаю это, ибо какое бы нарекание. На что было? На имя. Интересно, о каком имени идёт речь? И вы сейчас увидите это местописание Откровением 19, 11. О каком имени говорит Бог? О каком имени говорит Бог? Он верный и истинный. Так вот, неверность – это всегда ложь. Это всегда неправда. Потому что это противоестественно Богу. А всё, что не по Богу, всё грех. Всё отклонение. Аминь. Только Он верный и истинный. И ради Своего имени Он всегда изглаживает наши беззакония. Потому что если Бог перестанет нас с вами прощать, миловать, если Он перестанет быть верным своему завету и своему слову, Он перестанет быть верным самому себе. Нам настолько нужно внутрь себя взять это, чтобы мы смогли так же точно, как и Он, культивировать это в свою жизнь. Я просто прочитаю вам ещё несколько мест Писаний, чтобы утвердить вас в Его желании верности. 1 Филосиломикийцам 5, 23, 24. Здесь написано, что Бог осветит нас, чтобы Дух и Душа были во всей целости. А в 24-м так и написано. Верен призывающий вас, который сотворит сие. Я хочу ещё раз облегчить твою вот эту тяжесть, когда ты так внимательно смотришь на себя, а надо внимательно смотреть на Него и на Его желания. Он призвал тебя. И это Его интерес сделать тебя целостным. И это Его желание осветить твой Дух, Душу и Тело. Если ты вдруг положил себе на сердце, что ты сам можешь осветиться, сам можешь очиститься, сам можешь, полагаясь на себя, что-то сделать. Сегодня перед началом только мы рассуждали, я говорю, ребята, до тех пор, пока вы сильные, Богу негде явить свою силу. Потому что, когда я немощен, я силён. Только когда ты перестаёшь полагаться на себя. А знаете, что такое первое обнаружение, что ты слишком сильный? Ты не умеешь просить помощи. Как у вас с тем, чтобы попросить помощи? Как у вас с тем, чтобы задавать вопросы? Как у вас с тем, чтобы выглядеть глупым, как бы, ну как бы не знающим ответ на какие-то вопросы? Если это вам сложно, я хочу вам сказать, вы гордые. Если вы везде говорите, не надо, я сам, вы гордые. Вот эта самость, она не даёт возможности Богу благословить тебя. Потому что Бог, оказывается, любит сам всё делать. Ради себя самого. И только когда я уповаю полностью на Него, а у нас нет такого навыка, знаете почему? Мы с детства выживали. Мы с детства сами должны были как-то о себе позаботиться. Нам нужно было защищаться. Нам нужно было как-то себя самоутверждать. Нам нужно было каким-то образом вот эту вот свою самость подкреплять и поддерживать. И кто-то нам внушил, что просить – это стыдно, это плохо. Но всё дело в том, что если ты не просишь… О, я знаю, о чём я говорю. У меня только вот была на днях иллюстрация, когда моя сестра мне говорит, ну попроси Сашу. А я поняла, что я просить-то не умею. Я говорю, да мне как-то неудобно. Она говорит, ну вот ты не просишь, поэтому он и как бы тебе и не сделает. Я думаю, нет, я пошла просить. Я вышла, говорю, Саш, можно тебя попросить? Я учусь просить, потому что женщина, которая 20 лет живёт одна, ей очень трудно просить. Она, ну, отвыкла. Да и когда я была замужем, я была не из тех, которые сильно просят. Я везде бросалась и сама всё делала. Ничего хорошего в этом не было, на самом деле. Это неправильно. Так вот, следующее местописание. Он говорит, будем держаться исповедания, упования неуклонно. То есть он говорит, проси, проси, проси. Просите и получите. Не имейте, потому что не просите. А мы не умеем просить. Кто со мной? Скажите аминь. Потому что верен, обещавший. Бог столько нам пообещал, но ничего не делает. Потому что ждёт, когда мы попросим. Да, Он обещал, но просишь ли ты его? Испытываешь ли ты Божью верность? Дальше. Верую сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семьи и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен, обещавший. Знаете, это такой пример, потрясающий вообще. Вот мы со своими греховными мозгами, которые критикуют и осуждают, совсем по-другому его читаем. Когда я читала это местописание, вы думаете, я обратила внимание на то, что верен, обещавший? Это было для меня не главное. Я обратила внимание на то, что Сара верою получила. Я думаю, какая вера, Господь, ты про что? Она вообще неверующая была. И когда ей ангелы сказали, она засмеялась, зашла в шатёр. И потом, через некоторое время, она что делает? Берёт агарь и подстилает под своего Авраама, чтобы получить ребёнка себе на колени. Какая вера, Господь? Ты о чём? Тот же самый Авраам, если вы там прочитаете, в Римлянах написано «Не поколебался в обетовании Божьим неверием». Я говорю, ну, конечно, не поколебался. А Измаил – это кто? И если мы вернёмся выше стихом, помните, он говорит, «Я сам изглаживаю беззакония твои ради себя самого». Он говорит, «Да меня не интересует, сколько ты нагрешил. Меня вообще не интересуют твои промахи. Я верен. Я обещал. Я выбрал. Значит, я сдержу своё слово». Верен обещавший. Он делает это не из-за нас. Не потому, что мы заслужили, не потому, что мы достойны, а потому, что это его выбор. Верность всегда основана на выборе, а не на действиях. Если бы он основывался на действиях Сары с Авраамом, он сказал, «Ну вот, вас сделали себе, Измаила? Ну и пока». Что, не могли дождаться? Он даже не вспоминает в Новом Завете. Вы нигде не найдёте ни одного упрёка героев веры, по одной причине он уже изгладил все беззакония их. Никогда не ставь верность Богу тебе в зависимости от своей верности Ему. Никогда не думай, что если ты вдруг что-то сделал не так, Бог такой же, как ты. Он говорит, «Нет, тебя постигло искушение, не иное, как человеческое, но я не человек, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы изменяться. Я, если сказал, то я сделаю». Нет в Боге перемены, решения, слышите? Его верность основана на Нём самом. Это Его имя, Он верный, Он выбрал, и на этот выбор не может повлиять ни дьявол, ни ты, никто. Аминь! Если только ты остаёшься открытым для Него. Какая важная тема! Верность, которая так незнакома здесь на земле нам. Где же взять эту верность? Конечно, только у Него. Но если ты прошёл с детства школу, когда тебя отвергали, когда тебя не ставили на первое место, а на самом деле, ну вот, например, не у всех были доверительные отношения со своими родителями, которым можно было полностью доверять. Да? Как у вас было с доверием? Давайте вспомним. Могли ли мы приходить разными, с двойками, с разбитой вазой, вместо десяти в двенадцать? И могли бы приходить такие, знаете, уверенные, что наши родители нас примут с улыбкой, покроют и скажут, ну что ж, ну так, значит так. Ты же моё дитя, я всё равно в тебя верю. Кто-нибудь помнит таких родителей? Мы запоминали уроки недоверия. И если внутри у нас не было отношения доверия, то сейчас на самом деле нам невозможно у нас просто запрет внутри доверять кому бы то ни было. Поэтому где найти верного друга? Ответ. Если ты не найдёшь его в Боге, то нигде. с кем бы ты не выстраивала отношения, вот это отсутствие доверия, которое создало внутри тебя огромный дефицит, оно на самом деле не позволит тебе поверить никому. Кто со мной? Как бы человек не вёл себя по отношению к тебе, у тебя обязательно придёт внутрь сомнение, подозрение. Ты начнёшь как-то вычислять, сопоставлять. А причина-то не в человеке, а причина в том, что внутри тебя дефицит доверия. И что тогда делает человек? Точно так же, как в детстве. Мы для того, чтобы не потерять всё-таки отношения с родителями, мы что делали? Врали. Мы врали, мы приспосабливались, мы лукавили, мы как-то обходили какие-то острые углы, да? Мы старались быть удобными и послушными и так далее, и так далее. Но это всё, если обобщить одним словом, мы не были самими собой. Мы научились исполнять сценарии, в которых нам было безопасно. Оказывается, главная причина построения отношений, как мы часто думаем, должна быть любовь, куда-то я делала салфетку свою, должна быть любовь и так далее, и так далее. Но на самом деле первое, что мы ищем в отношениях, в дружбе, в работе, да, если нам нужен какой-то, ну, скажем так, компаньон надёжный, который нас не кинет. Нам нужна безопасность. Мы все ищем безопасность. Согласны? Во всех отношениях нам нужна безопасность. Безопасность в дружбе, безопасность в семье с супругом, безопасность на работе с компаньоном. Нам нужна безопасность. И вот пока этой безопасности не будет, давайте так, ни о какой любви речи быть не может. Мы будем изо всех сил защищать эту безопасность. Мы будем вокруг этой безопасности выстраивать разные стены. Что только не делают. Иногда дружили-дружили подруги, замуж вышла, всем подругам до свидания. Почему? Потому что они ещё не замужние. Я в мой дом теперь пускаю только женатых. Незамужним здесь делать нечего. Почему? Потому что безопасность моя может быть нарушена. Любую ситуацию, если возьмёте вы в жизни и протестируете, первое, в чём нуждается человек, это в безопасности. Знаете почему? Потому что в детстве мы опыт этой безопасности не пережили. Нам рядом с нашими родителями не всегда было безопасно. Я не говорю, что мы жили всегда как в концлагере. Нет. Но если говорить о эмоциональной безопасности, то у нас нет этого опыта. И вот этот опыт Бог знает, что у нас огромный дефицит. И именно из-за этого мы думаем, что и Бог такой же небезопасный. Что с Богом строить отношения небезопасно. Вы знаете, что очень многие люди, они боятся что-то сделать, потому что боятся, а как на это Бог посмотрит? А вдруг будет что-то не так? Поймите меня правильно, о чём я сейчас говорю. Я не о том, чтобы вы сплошь и рядом грешили и нарушали. Я сейчас говорю о том, насколько внутри вас есть вот это доверие жизни. Будем разбираться. Сегодня мир полон игр, сарказма, манипуляций. Юноши воспитываются на дурацких пикаперских моделях, девушки на курсах стерв. Зачем? Как вы думаете? Зачем люди осваивают какие-то специальные курсы, какими жестами, как правильно говорить, как себя вести, какие слова можно, какие нельзя? Как вы думаете, для чего? Конечно, для безопасности. И на самом деле, как и на конференции говорили, из 100 браков 70-80% расходятся уже через первый год жизни. Почему? Люди не встречаются настоящими друг с другом. Люди встречаются ролями и масками, которые они наработали для безопасности. А хочешь ты или нет долго играть в того, кем ты не являешься, не получается, рано или поздно начинает проявляться настоящее «я», настоящий образ, такой, какой ты есть. И вот здесь и начинается и неверность, и разочарование, и прочие-прочие вещи. Всё дело в том, что когда ты играешь какую-то роль для кого-то, это не самое страшное. Самое страшное, что в этот момент ты и для себя самого не являешься здесь присутствующим. Тебя нет, ты в роли. И нет отношений с самим собой. И нет отношений вот тех, которые являются у Бога самыми базовыми. Помните, что он говорит? Ради кого он изглаживает беззаконие? Ради самого себя. Такая интересная конструкция, правда? Так вот, на самом деле, что мне делать с неверностью? В первую очередь, мне нужно начать работать над своей собственной верностью. Не искать верного друга или верного компаньона, или верного мужа, или верную жену, или верного там ещё кого-то. Мне нужно задать вопрос, а я себе верен? А я ради себя самого делаю выборы. И что руководит моими выборами, когда я принимаю определённые решения? Вся проблема в том, что всё, что я делаю не из себя, всё, что я делаю из того, где меня нет, а это просто роль, является ложью против меня. Скажи «Аминь». Я знаю, что я сложные вещи сегодня говорю. Но всё дело в том, что пока мы это с вами не пройдём, мы всё время будем сталкиваться с неверными отношениями вокруг. И как важно нам понять, что самый верный друг и самый первый друг, которого я должен найти, это кто? Это я сам. Я должен стать другом себе. Я должен начать строить отношения с самим собой в Боге. Потому что кроме того, который был выращен вот в этих ролях, масках, манипуляциях, сценариях, кроме того, который выживал и поэтому освоил все эти какие-то методы и техники, есть ещё я другой, есть я настоящий, рождённый от Бога. И про него Бог сказал, он хорош весьма и дивно устроен. Аминь. И мои отношения, настоящее отношение с жизнью, должны складываться вот не из этого опыта, не из внешнего человека, не из того я, который по привычке общается, который по привычке строит отношения, по привычке подозревает, по привычке накручивает, по привычке не доверяет, по привычке перепроверяет. вот вместо вот этого я должен научиться жить из себя нового, из себя рождённого свыше, из себя настоящего. А если он сделан по Богу, то скажите, он на кого похож? На маму, на папу или на Бога? Если он из Бога рождён, то значит, он точно так же, как Бог, всему верит, всего надеется, не мыслит зла, всё переносит, никогда не перестаёт быть верной своему выбору. Кто-нибудь слышит что-нибудь сегодня? Как плохо, когда мы поставили свой выбор в зависимости от другого человека. И как важно нам на самом деле понять, из какого себя я сейчас осуществляю определённое решение? Ведь посмотрите, до тех пор, пока я не выстрою отношения, верности с ближним, а ближнего я люблю как? С самого себя. То как же я поделюсь вот этим опытом любви с ближним, если я не имею этого опыта верности самому себе? Как же я могу понять вообще, и где воспитывать эту верность? Первое, вот сегодня мы с племянником ехали с Толией сюда, и мы рассуждаем об этом, да, у человека впереди жизнь, у молодого. Нужно, ну, что-то делать. Я говорю, ты понимаешь, пока человек внутри себя не определит свои ценности, свои смыслы, то, ради чего и во имя чего он здесь живёт, ему не надо думать вот прямо о завтрашнем дне, потому что всё должно складываться вот из этих главных вещей, которые он для себя выбрал. А если ты выбрал, то ты осуществляешь верность своему собственному выбору. Аминь! Вот это качество мы начинаем воспитывать в Боге, потому что наш Бог такой. Наш Бог такой, и другим он быть не может. Давайте откроем. Второе Тимофею 2,13. Второе Тимофею 2,13. Если мы не верны, он прибывает верен. Почему? Другими словами, вот я вам прочитаю ещё один перевод, он всё равно останется верным, потому что не может изменить самому себе. Бог верит по одной причине. Он самому себе однажды сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простёр своё благоволение. Это не из-за тебя. Это потому что я выбрал любовью вечную, значит, она никогда не перестаёт. Любить тебя – это моё отношение верности, моей любви к тебе. Она вообще не опирается ни на твою красоту, ни на твой ум, ни на твои заслуги, ни на твоё хорошее или нехорошее поведение. Она не опирается, она не как отклик. Его любовь – это его изволение воли написано. И он выбрал тебя, опять же, не потому что он что-то такое в тебе увидел, особенное и лучшее, написанное по изволению воли своей, он нас призвал. Это его выбор, это его решение. И как раз благодаря тому, что он верен себе, именно себе верен, мы уверены в его обетованиях. Потому что верен обещавший. И когда он обещал нам, на самом деле он обещал кому? Себе. И поэтому самого себя отречься не может. И поэтому, когда он сказал, ты исцелен ранами Иисуса Христа, он верен своему слову. Ты исцелен не потому, что даже у тебя хватает веры. В Новом Завете есть исцеление, когда человек, за которого молились, вообще не знал, что за него молились. А по молитве сотника или по молитве отца это произошло. Бог верен самому себе. И в этом гарантия нашей уверенности в нем. Аминь. Потому что самого себя отречься не может. А теперь скажи, я так хочу быть похожим на тебя, Господь. И если я однажды что-то выбираю, я хочу, чтобы этот выбор был такой же верный, как у тебя. Помните, я вам привела этот пример, когда этот мужчина говорит, но я так счастлив, даже если она решит подать на развод, потому что я люблю. Правда же это прекрасно, Людмила Евгеньевна? Я люблю, я знаю, что такое любовь. Я пребываю в этой любви. Как хотелось бы принять от Бога вот эту способность быть в свободе от реакции тех, кто окружает тебя. Аминь. Это же такая свобода. Это абсолютная независимость. Здесь нет вот этих привязанностей, тактичных отношений, когда ты сделай, чтобы мне было хорошо. Ты сделай меня счастливой. Ты как-то так проявись, чтобы вот мне рядом с тобой было комфортно. Давайте согласимся, сейчас весь мир так построен. Сейчас все требуют, создают условия. Только вот если вот это и вот это, если вот это и вот это, и вот это и вот это. Я часто слушаю людей, и они говорят, нет, этот мне не подходит, он мало зарабатывает, этот не подходит, он не умный, этот не подходит, у него там внешность не та, этот ещё что-то. Люди прям, знаете, вот они настолько далеки, от той изначальной настоящей верности, которую определил Бог. А ведь только в этом и свобода человека. Это ж какая свобода, когда ты верен внутри. Ведь внутри никто тебе не указ. Согласны? Внутрь тебя никто залезть не может. Это зона твоего влияния. Это то, что тебе полностью подчинено. Согласны? Поэтому мы в безопасности, если мы продолжаем быть верными, не потому, что там, а потому, что я сделал этот выбор. И как отреагирует, как вы думаете, другая сторона? Во-первых, по опыту скажу вам, всем нравится, абсолютно всем нравится, когда их не употребляют потребительски. всем хочется быть не должными никому ничем, кроме взаимной любви. Я тебе ничего не должен, и ты мне ничего не должен. Хорошая фраза, только тот ли контекст люди придаёт. И на самом деле, когда ты самодостаточен, как Бог самодостаточен, он сам в себе абсолютная полнота. Он не нуждается ни в чём. Написано, он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чём нужду. Бога нет нужды. Но у него есть огромный избыток вот этой самодостаточности, которую он захотел поделиться с нами. и от избытка он эманировал, то есть он излился избытком своей любви в человека. И он говорит, ну это же так классно жить в любви. Вот я живу в любви, я счастлив. И я так хочу тебя научить жить в любви. А совершенная любовь, она на самом деле изгоняет. Скажите, как может быть любовь и потеря безопасности? Тогда почему мы в семьях сражаемся за безопасность? Мы в дружбе сражаемся за безопасность, потому что мы немножко не поняли ни о любви, ни о верности. И я вчера поклонялась весь вечер. Я пела под гитару и пела, и пела, и пела. И Бог просто погрузил меня. Музыканты, можно подниматься на сцену. Погрузил меня вот в это переживание, любви. И я говорю, Господи, это так чудесно! Это так прекрасно, когда ты сохраняешь себя источником любви для кого-то ещё. Никогда ты похож на ведро без дна. Знаете, да, есть такие, туда сколько не люби, сколько не говори о любви, сколько комплиментов не говори, сколько удостоверений не даваешь, да ты хороший, я тебя люблю, да ты самый лучший и так далее. А там всё равно дефицит и дефицит, дефицит и дефицит, недостаток и недостаток. Согласны? Встречали таких людей? Вот сколько не говори, сколько не убеждай, сколько не пытайся каким-то образом показать, они её не могут удержать. Почему? Потому что у них нет ёмкости, где есть любовь к самому себе, где есть верность к самому себе. Нет ещё пока вот этих отношений. И если Бог верен и себя отречься не может, то там пока ещё даже нечему отрекаться. Там я ещё себя не нашёл. Потому что человек, который нашёл себя, ему с собой не скучно, ему хорошо, ему с собой интересно, он не в дефиците. Другой разговор, что когда, ну, прям уже, ну, прям очень интересно, и уже много меня, да, и уже прям много, и охота, чтобы был свидетель жизни, которому я бы показал, что, смотри, как мне классно, я хочу, чтобы ты посмотрел, как мне классно, я могу с тобой поделиться своей классностью. И от избытка ты делишься с ним, да, и встречаешь, если такого же ещё, которому тоже, ну, с собой классно, интересно, и он такой, а я, подожди, я тебе сейчас своё покажу, на! Да, да, и начинали, начинается вот это переливание, да, начинается вот этот обмен, причём обмен именно настоящим собой, потому что нет места манипуляции. Ведь манипуляция всегда имеет своей целью что-то получить от другого человека, правда? Для чего манипулируют-то? Для того, чтобы взять какую-то выгоду, для того, чтобы взять что-то, в чём у меня на самом деле дефицит. Все манипуляторы – это страшно голодные, люди, как ещё правильно назвать-то, дефицитарные, с пустотами внутри люди. И поэтому они уже не знают, как эту пустоту заполнить, и они думают, а если вот так попробовать, а если вот так, а если сманипулировать, а если напугать, а если оттолкнуть, а потом притянуть, а если ещё что-нибудь сделать? Это всё люди с недостатком внутри. Человек, у которого есть внутри эта полнота, и ему классно. Скажите, зачем ему манипулировать другим человеком? В этом нет необходимости. Нет необходимости играть роль. Нет необходимости, ну как вот когда задают вопрос, а зачем создавать отношения, да? И там начинается. Ну, чтобы... Мама мне всегда говорила, когда я уже осталась вдовой, Людочка, ну надо, надо, надо. Я говорю, мам, зачем? Ну, чтобы в старости было кому подать стакан воды. Или скорую вызвать, например. Я говорю, можно я буду здоровой? И у нас всегда есть какие-то причины, да? Раньше жилищные были вдвоём, ипотеку легче платить, чем одному. Да, и сегодня тоже это так. И как-то, ну, люди выживали. Но послушайте, сейчас совсем другое время. Нам не нужно сегодня создавать отношения. И тогда мне очень нравятся ответы. Они часто очень звучат в интернете, когда говорят, да не, мне нормально одному, мне интересно. Мне хорошо жить с собой, но вдвоём интересней. Понимаете? Вдвоём интересней. И людьми движет ни дефицит, ни потребность. Как бы мне тебя поиметь? Там, что у тебя есть, да? У меня деньги, у тебя фигура. Ну, всё, мы подходим друг к другу. Да? То есть, как нам построить отношения из нашей верности себе и из нашей любви себе? Причём так интересно, если у каждого из них спросить, ты хочешь быть самим собой и чтобы тебя принимали таким, какой ты есть? Все скажут, да. Тогда зачем ты играешь эти роли? Зачем тебе нужны эти маски? Зачем тебе нужны эти манипуляции? Ведь мы все устроены примерно одинаково. Когда Бог сказал, я есть мсущий, Он сказал, я есть точно то, что я есть. Ну, всё, без подтекстов. Без продолжений, без догадок, без каких-то вот этих вот раскручиваний. Я вот точно то, что я есть. И всё. И не надо к этому ничего добавлять. Субтитры создавал DimaTorzok